Добрый день, уважаемые читатели, слушатели и зрители портала seabres.ru. Меня зовут Анастасия Семихацких. В эфире очередной выпуск нашей новой просветительской рубрики «Доктор у меня – это», и сегодня в этой студии мы будем говорить о варикозном расширении вен. Для этого я пригласила в нашу студию сердечно-сосудистого хирурга-флеболога Решала Агаларова. Здравствуйте, Решала Агаларова. Давайте, наверное, начнём не совсем с варикозного расширения вен, а с флебологии, потому что я не думаю, что очень многие люди знакомы с этим направлением медицины. Расскажите, пожалуйста, чем занимается флеболог? Вообще флебология сама по себе – это подчасть большой специальности, которая называется сердечно-сосудистая хирургия, то, с чего вы начали. Это её раздел. И если говорить совсем простым языком, то флебология – это раздел, который изучает вены, наука о венах. О варикозе, о тромбозе, о врождённых каких-то проблемах с венами. То есть это наука о венах. – Хорошо. Ну давайте теперь перейдём всё-таки к варикозу. Вообще признаки этого заболевания, как вот я прочитала в интернете, нашла какую-то информацию в книгах, наблюдаются чуть ли не у 90% женщины и у каждого третьего мужчины или у каждого второго даже мужчины. Вообще это так или нет? То есть действительно настолько распространённые заболевания? – Вообще варикоз достаточно распространённые заболевания, но не 90, конечно же, процентов. В среднем по популяции это где-то около 30-40% населения. Важно понять один факт, что вообще считать варикозом. Если мы говорим о даже единичных сеточках на ногах, то, что беспокоит зачастую женщин, то тогда, конечно, процент будет расти. Если же все сеточки убрать и рассматривать их отдельно и брать варикозно-расширенные вены, то, что в простонародье называется виноградные грозы, то есть когда на ногах такие пупырышки, тогда процент будет поменьше, в районе 20-25%. Но это огромная цифра по популяции, конечно же. – А вообще в вашей практике какая часть пациентов приходит к вам именно с вопросом варикоза? – Из всего объёма пациентов, которые к нам приходят, это, наверное, также процентов 20-30, то есть если я в день смотрю 20 человек, скорее всего из них 4-5 пациентов будет именно по нашему профилю, по варикозу. Всё остальное – это, скажем так, травматология, ортопедия, это неврология, очень часто приходят к нам с хондрозами. При остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника часто болят ноги, и люди с этими болями приходят к нам. Ну и часто приходят просто к гинекологии. Мы беременных смотрим безвозмездно, поэтому их всех направляют к нам. – Вот вы говорите о вот этой вот венозной сеточке, и можете как бы её, ну просто вы так выразили, что если вот убрать вот этот процент девушек, которые именно с этой проблемой приходят, то есть вот варикоз он подразделяется на два вида, да? Получаются вот эти как виноградные грозди, как вы говорите, и более, ну такая начальная стадия вот этой вот сеточкой, или нет? – Значит, смотрите, вообще классификации варикоза много. Ту часть, которую мы используем, классификация PASIP или PASIAP, как её называют, там есть стадии от 0 до 6. 0 – это когда внешне вообще ничего не видно, но я могу какие-то признаки найти, допустим, по УЗИ. А шестая и пятая и шестая – это вообще язвы, то есть либо зажившие язвы на ногах, либо открытые язвы трофические на ногах. То есть огромный такой массив. Сеточки, про которые мы с вами говорим, они в науке называются телеангиэктазии и ретикулярные вены. Это сложно, поэтому всегда говорят сеточки. Это так называемая C1 стадия, то есть вторая от начала, есть C0, когда ничего не понятно, ничего внешне не видно. C1 – это сеточки. И не всегда сеточки развиваются в настоящий варикоз, то, что называется в виде шишек на ногах. То есть она может быть с самого юного возраста, лет 15-18 и до самой старости в виде просто сеток. И это дальше ни к чему не приведет. Есть варикоз в виде вот так называемых шишек на ногах, который вообще протекает без сеток. Сетки потом присоединяются уже вокруг стопы. С этим тоже часто приходят вокруг лодыжек. То есть людей не волнует то, что у них на ногах вот такое безобразие. Людей волнует то, что возле стопы есть сеточки, и она не может надеть, допустим, какую-то там обувь красивую. Есть варикоз вторичный. То есть варикоз после каких-то событий в жизни, после какого-то серьезной травмы, большого перелома, перенесенных тромбозов. То есть вариантов развития очень много. То есть может быть практически одна-две вены на ногах, но голени могут быть коричневые. Цветы коричневые или трофические язвы на ногах могут быть. Такое течение тоже может быть. Но это уже более редкие варианты, конечно же. А вообще каковы вот общие симптомы заболевания, помимо внешнего вида и боли? Еще что-то есть? Ну смотрите, внешние признаки, они понятны, вы их увидите. Возможно, тяжесть в ногах к вечеру из-за венозного застоя. То есть кровь скапливается в ноге, и человек чувствует тяжесть в ноге. Особенно это характерно, если человек чувствует тяжесть в ноге, тяжесть именно в той ноге, на которой варикоз. Если у него проблемы с двумя ногами, то на одной варикоз, на второй нет. Ну, надо поискать, наверное, что-то еще. Конечно, бывает ситуация вот этих зеркальных болей. В офтальмологии это очень часто встречается. То есть если вам пальцем, допустим, нечаянно в глаз ткнуть, у вас слезится как один глаз, так и второй. То есть может быть вот это вот сочетание тяжести. Но зачастую это на одной ноге. Очень характерны судороги в ногах. Особенно ближе к утру человек начинает просыпаться, тянуться, и у него хватает вот эту ногу, на которой варикоз. Что касаемо болей, это то, с чем к нам приходит большинство людей, у которых нет варикоза. Это то, с чего я начинал. То есть если у человека тянущие боли по задней поверхности всей ноги, то есть тянет у него и бедро по задней поверхности, и голень, куда-то под ягодичную мышцу боли отдают в поясницу, наверное лучше начать с невролога. Потому что это скорее всего остеохондроз, по типу корешкового синдрома и так далее. А вообще каков возраст пациентов, которые обращаются с проблемой варикоза? Это больше люди уже в возрасте или молодежь тоже сюда относится? К нам в клинику приходят люди абсолютно разного возраста. У нас отдельно приемами детей занимается профессор, то есть он принимает от грудничков, то есть приходят даже мамы с двух-трехмесячными детьми, у которых есть врожденные венозные проблемы. Там винные пятна, то что называется, какие-то там мальформации, то есть какие-то там венозные рисунки, допустим, на теле или лице, не дай бог. То есть это буквально прямо с самого-самого раннего возраста? Да. И приходит вот самый такой большой возраст, который я оперировал. Я оперировал бабушку 82 года с варикозом. Важно ведь понимать не возраст пациента, надо смотреть на всего пациента в целом. То есть насколько он трудоспособен, насколько он подвижен, насколько вообще ему требуется лечение. То есть нельзя оголтело браться, да, вот я вижу вены, надо их оперировать. Так не делается. То есть нужно смотреть на всего пациента. И неважно там какого он возраста, будь то там 18 лет или 80 лет, если ему это мешает, если он чувствует необходимость, и если я вижу возможность, то только тогда нужно его оперировать. А кто вообще находится в зоне риска? В зоне риска находятся все женщины. Вообще все? Без исключения? Ну по большому счету можно так сказать, что после родов у большинства женщин возникает варикоз. Любые проблемы, неважно там в виде сеток, да, мы это говорим, или в виде тех висячих таких виноградных гроздьев, возникает варикоз. Зачастую они отмечают, вот я забеременела, и вот на поздних сроках у меня возник варикоз. Также в группу риска относятся люди, у которых сидячая работа. То есть если у него образ жизни такой, что он утром проснулся, пришел, сел за компьютер, и вечером только из-за этого компьютера встал, пришел домой и ничего не делает, покушал, опять сел за диван, а потом уже лег спать. Продолжается из месяца в месяц, из года в год, тогда он попадает в группу риска. Если человек начинает набирать вес… Резко? Ну, резко, допустим, набирает он за два года, там, килограмм двадцать. Нужно понимать, да, что если я сейчас пойду и возьму мешок двадцати килограммовый, положу его себе на плечи и буду с ним ходить, явно у меня тоже возникнут проблемы. Но если человек ведет достаточно активный образ жизни, оздоровительный, опять же, мы речь не ведем о профессиональных спортсменах, потому что тяжелоатлеты тоже встречаются, то наверняка он будет вне зоны этого риска. Но опять же, есть львиная доля людей – это наследственность. То есть, мы говорим о том, что если у вашей матери, у вашего отца, у бабушек, у дедушек был варикоз, с большой долей вероятности, даже если вы человек активный, возникнет у вас варикоз. А вообще варикоз – это только больно и некрасиво? Или это может иметь какие-то более серьезные последствия для здоровья в целом? Вот смотрите, мы достаточно часто при первом знакомстве с пациентами обсуждаем первый же самый вопрос – что вас ко мне привело? То есть, увидев даже варикоз на ногах у пациента, нужно спросить – что вас ко мне привело? Либо его привела проблема эстетическая. Он ничего не чувствует, ему там не больно, у него нет судорог, у него нет отеков, но его беспокоит проблема чисто эстетическая. Он пришел, потому что это некрасиво. Есть часть людей, которым вообще безразлична красота, особенно это мужчины, говорит – я же мужчина, но начинаются там судороги, отеки, боли в ногах. Он, допустим, человек физического труда, и он просто банально не может работать, падает качество жизни этого человека, и он приходит к нам. Есть третья группа людей, которых не волнует эстетика, у которых вроде бы нет каких-то болевых ощущений, но у них тяжелый труд. И люди тяжелого труда, ежегодно проходя медицинские осмотры, они попадают в хирургу. И у них есть такой раздел, именно связанный с хлебологией, с варикозом. Если у этих людей находят варикоз, то два варианта – либо он идет и лечится, либо его переводят на работу менее тяжелую, значит, и менее оплачиваемую. Поэтому мы вынуждены приходить и лечиться. Это делается не потому, что врачи плохие, и не дают человеку с варикозом работать. Дело здесь в том, что при тяжелых физических нагрузках у человека может быть быстрая прогрессия его заболевания основного. И очень быстро он может как раз прийти к тем самым последствиям неблагоприятным, когда ноги темнеют и появляются трофические язвы на ногах, или, не дай бог, какие-то тромбозы. Также есть ряд людей, которых приводят родственники. То есть, опять же, больше мужчин почему-то касается. Его берет женщина и приводит. Не потому, что его что-то беспокоит, а потому, что она это видит, и нужно что-то срочно с этим делать. Поэтому каждый раз нужно подходить индивидуально к вопросу и смотреть, насколько тому или другому человеку нужна помощь. Ну и что касаемо лично нашей работы, мы занимаемся лечением варикозы мини-инвазивно. То есть, на сегодняшний день его можно лечить как в стоматологии. То есть, вы пришли без всякого наркоза, под местной анестезией, вам сделали процедуру, вы встали и ушли домой. А эта процедура, что она из себя представляет? Это лазерное лечение. То есть, это лазерное лечение варикоза, то, чем мы занимаемся. И у нас есть отдельная категория людей, которые идут к нам. Это те люди, которые не хотят, а, наркоза, потому что они его банально боятся, они не хотят разрезов на ногах, потому что потом будут шрамы и швы. И они боятся боли. То есть, когда вы говорите о том, что проводите операцию, вы подразумеваете именно лазерную операцию? Именно лазерную операцию, да. Хорошо. А вот помимо этого, то есть, операция – это уже, наверное, какой-то конечный итог болезни. А есть какие-то другие, допустим, медикаментозное лечение? Или, не знаю, профилактика какая-то особенная? Смотрите, что касаемо профилактики медикаментозной, здесь я всегда говорю с большой осторожностью, потому что нужно понимать, что если бы медикаменты помогали людям, если бы помогали те мази гели, которые они используют, или те таблетки, которые они используют, или примочки, ну, наверное, не было бы таких специалистов и такой специальности, в принципе, если бы это помогало. Этот момент понятен, да? Конечно. Есть ряд людей, которые чувствуют улучшение на фоне использования данных препаратов, их количество в районе, там, 15-20%. Но вы должны также понимать, что плацебо, пустышка банальная, работает приблизительно также. То есть, если дать человеку какую-то, какую-то вязкую субстанцию, неважно, пусть это может даже быть гель для УЗИ, да, вот он прозрачный, и в него добавить какую-то мяту, и нанося это на ноги, человек чувствует охлаждение, облегчение, да, он может сказать, что да, мне этот препарат помогает. Поэтому, если спрашивать лично мое мнение, сугубо мое мнение, то я скажу, что нет, медикаментозных способов предотвратить варикоз не существует. Что же касаемо какой-то другой профилактики, ну, я уже об этом говорил, это активный образ жизни – бегать, крутить велосипед. Здесь очень популярно, я видел, люди пожилые особенно ходят с палочками, то, что называется скандинавская ходьба. Плавание – просто великолепные средства от любых заболеваний, от всех тех, с которыми к нам приходят, я это говорю постоянно. Варикоз, либо остеохондроз, либо еще какие-то проблемы – все это можно, по крайней мере, если не вылечить, то облегчить при помощи плавания. – Хорошо, а, ну, допустим, если человек еще пока не дошел до той критической стадии, когда он принимает решение идти к врачу, каким образом можно облегчить, ну, это болезненное какое-то состояние самому себе, при этом не навредив, так сказать? – Ответ практически всегда будет один и тот же – компрессионный трикотаж. Медицинский компрессионный трикотаж позволит снять большинство симптомов, которые у него есть. То есть, это тяжесть в ногах, это отеки, в основном голени и судороги в ночное время. Если человек, утром просыпаясь, надевает специализированный компрессионный трикотаж, весь день там в нем находится и вечером только его снимает, он действительно будет чувствовать облегчение. – И это безопасно? – Это безопасно, абсолютно. Есть группа риска, где нужно быть очень аккуратным. Это, опять же, тема такая более обширная, да, где нужно объяснять людям, почему. Отеки не всегда венозные. Нужно понимать, что есть люди с другими отеками, особенно сердечными. То есть, если у человека проблема с сердцем, и у него на этом фоне возникают сильные отеки, эти отеки зачастую будут двусторонние. Где-то, да, чуть может быть больше на той ноге, где варикоз, но они будут и на правой, и на левой ноге. И вот если это заболевание у него декомпенсировано, то есть, он не может как-то остановить это прогрессирование заболевания, и он начнет носить трикотаж компрессионный, он может усугубить свое основное заболевание. Проблемы с сердцем у него могут стать еще больше на фоне трикотажа. И есть люди, у которых проблемы с артериями на ногах. То есть, у нас помимо вен на ногах еще есть артерии, которые приносят кровь к потянам. Если у тебя проблемы с артериями, то есть, там, то, что в простонародье говорят, закупорка, или сужение там просвета, да, какой-то, и кровь в недостаточной степени поступает к ногам, то за счет дополнительного сдавливания компрессионного трикотажа можно усугубить вот это состояние. Поэтому перед тем, как надевать компрессионный трикотаж, желательно пройти обследование. То есть, опять же, желательно не просто пройти УЗИ, а попасть к профильному специалисту, который сам делает УЗИ. То есть, допустим, вот как мы работаем, у нас нет отдельных УЗИстов. Мы сами делаем УЗИ, сами смотрим пациентов и сами даем рекомендации. Вот, желательно, чтобы это было так. Он должен, доктор должен исключить все вот эти сопутствующие заболевания, посмотреть не только вены, но и артерии, взглянуть на пациента целиком, пообщаться, понять, есть ли у него какие-то заболевания сердечные, принимать ли он какую-то терапию и, исходя уже из этого, назначать класс компрессионного трикотажа. Ну, я как девушка не могу не спросить, а что касается ношения каблуков? Это как-то влияет или не влияет? Нет? Если бы все, кто носит каблуки, в итоге получали проблему с венами, то все женщины поголовно имели бы проблему венозную. Но вы же носите каблуки не весь день, да? У вас есть выходные. По большей части все на работу, допустим, приходят, а после работы в кроссовках и так далее. Поэтому я здесь большой проблемы не вижу. Если вы на фоне варикоза носите каблуки, это уже вопрос другой. То есть вы, в принципе, ухудшаете отток от ноги венозной за счет того, что у вас на стопе, на подошве есть венозная помпа и вы недостаточно правильно наступаете на свою ногу и вот эта деформация на весь день сохраняется, у вас ухудшается отток. Вот если говорить в этом ключе, то да, есть проблемы. А так, что вы носите каблуки, у вас обязательно будет варикоз, нет. Деформация стопы, скорее всего, будет. Но это уже, опять же, больше к ортопедии, наверное, не ко мне вопрос. Спасибо вам большое, Решал Мамедович. Спасибо большое за то, что пришли к нам, рассказали о проблеме, с которой очень многие сталкиваются. Надеюсь, что мы с вами еще в будущем поработаем, узнаем больше о флебологии. Приходите к нам еще. Спасибо. А я напоминаю, что у нас в гостях был Решал Агаларов, сердечно-сосудистый хирург, флеболог. Спасибо вам большое, что были с нами, дорогие зрители, читатели и слушатели портала Сиапресс. Приходите еще. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.